Давайте разберем, что происходит с амскарой, когда человек проявляет свой гнев, проявляет свою злобу, справедливую притом. Это праведный гнев, как хотите, назовите, все равно это гнев, все равно это желание причинить боль другому человеку. Справедливая, конечно, но боль причинить. Но что происходит с амскарой? Какие последствия такого вот действия? Да, последствия два. Первое, из-за того, что человек проявил вот эту вот агрессию, проявил это разрушение, он наверняка это сделал больше, чем они заслуживают, потому что гнев плохой советчик, он всегда делает хуже, потому что он не думает о справедливости, он думает только о том, чтобы сделать человеку больным. И поэтому, когда человек не следует этому совету, да, вот эта боль причиняет окружающим, первая проблема, первая проблема, он совершил боль над другими людьми, придут кармические реакции, и не какой-то в следующей жизни. Знаете, у вас, может быть, были такие ситуации в жизни, когда вот ситуация и жизнь делится, но на до этой ситуации и после этой ситуации. Вот секунду назад была одна жизнь, а вот сейчас она становится другой. И потом уже не вернешь это. Человек жалеет об этом. Знаешь? Слышишь? Вот. И поэтому человек, который проявляет это неэкологично, пожинает вот такие тяжелые последствия. Это что касается внешних вещей. И что касается внутренних вещей, что происходит с самскарой, когда человек ее проявляет, вот эту негативность самскара. Да, становится легче, конечно, но с ней-то что происходит? Она становится толще, она становится больше. Это обида, этот гнев увеличивается. Ну, то есть человек, в пример, чтобы было понятно, как развиваются дурные привычки, да? Человек выпил водки, ему полегчало. Все, напился, больше не хочется. А завтра? А завтра еще надо. Никуда не делась, только жажда стала больше. Так возникает зависимость. И вот точно так же, когда человек проявляет эту злобу, эта злоба увеличивается, полегчало, но потом легче разгневаться, легче проявить злобу становится. Человек такой становится обидчивым очень. Такая природа очень обидчивая становится.